Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Дженаро Перес де Вильямиль де Гэй. Испанский художник в романтическом стиле, специализирующий на пейзажах с фигурами и архитектурными сценами. Он часто преувеличивал масштаб зданий, чтобы сделать их более впечатляющими. Я пользуюсь переводной мукипедией. Родился 3 февраля 1807 года в Испании. В 1812 году был зачислен в военной академии Сантьяго де Кампостелло, где он помогал своему отцу, который там был профессором. Отправился в Кадис, чтобы записаться в армию сражающих против в кавычках 100 тысяч сынов Людовика Святого, посланных герцогом Ангуленшкин. Был ранен и некоторое время находился в плену. Впоследствии он остался там, чтобы учиться в Эскула де Белас Артес. В 1830 году отправился в Сан-Хуан в Пуэрто-Рико со своим братом Хуаном, который также был художником, умер в 1863 году. Они оформили там театр Таппиа и остались там еще на несколько лет работая с сценографами. По возвращению в Испанию в 1833 году он познакомился с шотландским художником Дэвидсом Робертсом, который оказал решающий влиянин на его стиль. Поселился в Мадриде в 1834 году и в следующем году стал членом настоящей Академии изящных искусств Сан-Фернандо. В 1840 был назначен почетным приборным художником королевы Изабеллы II. С 1840 по 1844 год оставил жену и маленького ребенка и жил в добровольном изгнании во Франции и Бельгии, используя творческие дела как предлог для своего отсутствия. После путешествия по Европе вернулся в 1845 году, получил кафедру пейзажной живописи в Академии, где позже стал директором. Вернулся в Гальсию на длительный срок в 1849 году и много путешествовал по Испанию до 1852 года, когда начал страдать от заболевания печени. Умер в Мадриде два года спустя в возрасте всего 47 лет, 5 июня 1854 года. Вот так вкратце из Википедии о испанском художнике в романтическом стиле, который специализировался на пейзажах с фигурами и архитектурными сценами Дженаро, Перес, Де Вильямиль и Де Уге. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.